Виктор Акадьевич Тюлькин Проявляет товарищескую выручку Тема актуальнейшая, острейшая, важнейшая Уроки событий в Казахстане для рабочего класса и коммунистов России и других стран Читает лекцию, первый фикстарь ЦК Тодфронта, Виктор Акадьевич Тюлькин Пожалуйста Всех приветствую Тема сегодня у нас про Казахстан Не очень символично что ли Что мы ее с одной стороны вследствие несчастного случая Болезни нашего друга сегодня читаем А с другой стороны символично потому что в эти же дни происходит Тоже одно событие связанное с обсуждением ситуации в Казахстане Кто знает какое Не следим за эфиром Сегодня Владимир Владимирович Путин встречается с кем? С Токаевым Просто с Токаевым Я вот уже тут записал себя Касым Джамарту Камелович Токаев Вот президент Казахстана Поэтому пока мы занимаемся кто-нибудь из молодежи У кого там смартфон навороченный пусть посмотрит итоги встречи Хотя нам и так понятно что они остались друг с другом довольны Заверили там подтвердили и прочее прочее Но в конце мы сможем сравнить результаты выводов наших и господ президентов Ну теперь начнем к теме непосредственно Значит этот год начался с такой политической активности Можно сказать весело с самого начала А именно 2 января в Казахстане в западных регионах Город Джаназинь и другие значит регионы Центры Мангистурской области Так начали шуметь, кипеть, проявлять недовольство и прочее Толчком вот к этому событию явилось разовое вдруг резкое повышение цен на Не просто газ, а жиженный газ Значит почему так это болезненно? Ну во-первых потому что значит у них газ используется вместо бензина В основном все автомобили переведены наиболее дешевое топливо Все перестроились, переделались и в быту тоже самое На жиженом газе все работает Во-вторых от газа зависит очень много Значит цепочки производственные вызывает Ну а главное что вдруг ты это в два раза Искакнуло Значит много всяких версий Запланировано, не запланировано Хотя объявляли о том, что те цены отпускают на волю рынка И в зависимости так сказать от биржевой конъюнктуры Она будет устанавливаться так сказать именно рынком И правительство полностью удалилось Но для людей это оказалось так сказать очень болезненным Значит дальше наверное стоит несколько хронологию так провести Пока не вникая в причины Вот как оно там действительно было Вот как развивалось Значит 2-3 числа это в основном в западной области Нефтедобывающие районы выступают Причем выступают в основном люди трудящиеся Работающие по производству Выдвигая требования Значит пока еще различные Но схваченные общей нитью А именно значит вернуть цены обратно Причем вернуть 50-50 тенге за литр Так тенге это 0,2 рубля Можете переводить Значит вернуть со 120 То есть 6 где-то там до 10 рублей Так они просят Понятно? По этим делам И начинаются соответственно добавляться Различные экономические требования А постепенно появляются и политические Экономические это снижение цен Экономические это значит повышение зарплаты А надо сказать что этот регион всегда отличался Значит забастовочной борьбой Сейчас мы вспомним с вами еще и 2011 год Как эти дела были Затрагиваются пенсионные дела По пенсиям Казахстан раньше нас ушел вперед И там значит сейчас женщины по-моему 63 Мужчины 68 По этим делам Постепенно Присоединяются к этому постепенно Это я говорю постепенно По сути дела очень и очень быстро Победное шествие вот этих выступлений и волнений Захватывает соседние области А через какое-то время и весь Казахстан Так Прежде всего значит старую столицу Алмату Да и новую столицу тоже Которая есть Добавляются политические требования Причем даже ну вот по их звучанию Сразу чувствуется что это не выработано Это сказать там это И с иголовыми специалистами в кабинетах политических партий Да какие-то лозунги А такие вот от души что ли идущие Старик уходи Так Это конечно прежде всего дальше требования отставки президента Отставки правительства Кстати Так Под стариком как мы все понимаем Ввиду имелся Назарбаев Да Назарбаев И здесь уже уместно так сказать провести Может быть некоторый анализ Вспомнить некоторые цифры Как чего и почему Движение вот это Протестное Протестное Оно шло не только вши Но оно приобретало новые характеристики По остроте По остроте Потому что если первые дни Которые начинались вот Западных и центральных промышленных областей Это были митинги Это были объявленные забастовки Хотя вряд ли они Значит подпадают там под какие-то требования законы Или что-то Но звучат Именно такие слова Прекращаем работу требуем Круче и прочее То продвигаясь Продвигаясь Ширь по стране Значит они Начинают приобретать Действия Типа шествий Типа больших митингов Общих А не по производству Значит постепенно Начинаются стычки Большие и маленькие Или прочее С силовыми Структурами Так А через какое-то время Уже появляются В средствах массовой информации В оценках Властных лиц Сообщение о том Что это Не просто беспорядки А это террористическая угроза Это Так сказать Нам подкинули Из-за бугра Значит Из уст самого президента Такаева Звучит что До 20 тысяч боевиков Террористов Значит Закинуто на территорию Республики И Ну что такое 20 тысяч боевиков Это вообще Нам примерно Сейчас Понятно По тем событиям Которые происходят В Киеве Или по тем Военным действиям Которые идут Вон на Донбассе Это Значит Объявляется Чрезвычайное положение При этом Следует Отметить Что Принимаются И меры Которые Направлены Как бы На выполнение Требований Протестующих Да Значит Обещается Вот это Возврат цен На прежний уровень Отправляется В отставку Сначала Премьера Потом И все Правительство Убирается Там Некоторые Вип-персоны Ну и И так далее Тому подобное Между тем Волнение Все равно Нарастает В этих Волнениях По сообщениям СМИ Да И по Значит Свидетельствам Тех людей Значит Которые Участвуют Появляются Элементы Анархизма Появляются Элементы Мародерства Так Появляются Элементы Там Уже не Хулиганствующие А Умышленно Обостряющие Ситуации Или куда-то То есть Такие Которых Можно Расценивать Как Вполне Провокаторские Довольно Известные В теории И прочее Замъявляется Значит Чрезвычайное Положение Президентом Более Того Значит Звучат Слова Его слова В прямой Речи Что он Отдает Распоряжение Стрелять Без Предупреждения В протестующих Что такое Стрелять Без Предупреждения Когда Ну Толпы Людей Значит Выходит На улицу Мы все Время С вами Наверное Хотим Не хотим Проводим Аналоги С Россией Да Вот Вспомните 93 Год И стрельбу Без Предупреждения У телецентра Да Повод Найти Да Вот тебе Это самое По этим Делам Между тем Ситуация Не так Проста Значит Силовые Структуры Колеблется Полиция Выполнять Приказы Не очень Хочет Кое Откуда Поступает Сведения Что переходят На Сторону Народа Ну Или по крайней мере Нейтральные Да Армия Ненадежна При всем При этом Значит И тогда 5 числа Президент Такаев Обращается С просьбой В ОКДБ Это Значит Общественный Коллективный Договор Безопасности Значит Во главе С Россией Скажем Так О том Что Помогите Значит Именно Я так Полагаю Видно Что вот эти Разговоры О том Что террористы Извне Угроза Прежде всего Нужна была Для того Чтобы Оправдать Оправдать Юридически Обращение Именно За помощью ОК КБ Почему Потому Потому Что Соответствие С Уставом Там Учредительными Документами Это Сообщество Вообще То Организовано Для того Чтобы Оказывать Друг Другу Помощь В случае Атаки Десант Что Прежде Прежде всего Силовики Самого Казахстана Почувствовали Что За их Спиной Есть Да Во-вторых Если Понадобилось То Они Надо Полагать Были Были Вполне Готовы Осуществить И Более Решительные Меры В-третьих Значит Взяв Под охрану Ну Необходимые Там Объекты Точки Резиденции И прочее Они Освободили Руки Наиболее Верным Наиболее Преданным Силовикам Местным Которые Ввязались И Двинулись В итоге Значит Порядка Двуксот Тридцати Там С лишним Человек Считаются Убитыми Точные Цифры Конечно Пока Неизвестны Но При всем При этом Более Четырех С половиной Тысяч Ранены Так Силовиков Среди них По нашим Так сказать Сведениям Порядка Среди Убитых Значит Порядка Десяти Там Девятнадцати Двадцати Человек Раненых Больше Конечно То есть В основном Погибшие Это Те Граждане Которые Участвовали Там Мирные Немирные Значит В выступлениях Протестных И Как раз Те В отношении Которых Господин Такаев Отдал Распоряжение Стрелять Без Предупреждения Так Ну вот Зная Такие Основные Вот эти Вехи Вехи Дальше Можно Перейти К анализу Причин Некоторых Закономерностей Этих Событий Значит Что Хотел Подчеркнуть Вот На основе Чего Мы С вами Ведем Разговоры Делаем Выводы Ну первое Это конечно То что Мы Сами Узнаем Из средств Массы Информации Фильтруя Материалы Стараясь Сами Сами Определять Кому Можно Верить Кому Насколько Можно Верить На кого Не стоит Ориентироваться И так далее Второй Источник Очень Важный Это Источник Прямой Наших Товарищей С которыми Мы держим Связь А к ним Относится Социалистическое Движение Казахстана Так Значит Кто Здесь Большинство Знает И участвовали В наших Пикетах Около Казахского Посольства В поддержке Товарищей В связи С событиями В Женозене Да Они Помнят Это движение Помнят Одного Из Сопредседателей Айнура Курманова Значит Который Сейчас Находится В политической Иммиграции В Греции Так Но тем не менее Нерегулярно Ведет связь И с Казахстаном И ведет Репортажи О Значит Развитии Событий С помощью Значит Оценок Наших Товарищей Сонцдвижения Мы Тоже Обрисовываем Картины И еще Один Источник Который Значит Находится Непосредственно Казахстане Это Компартия Казахстана Которые Входят В систему КПСС Товарищи Они Были Тоже На связи Хотя С трудом И прочее Но Значит Выпустили Соответствующее Заявление Которое На нашем Сайте Размещено Можно Посмотреть И читать Следует Отметить Для понимания Что С развитием Событий Где-то В районе 5-6 Числа Значит Сначала Началось С определенных Точек Веерно А потом Был целиком Отключен Интернет Соответственно Общение Стало Затруднено Непосредственно Казахстаном Более того Это Нам На ум Отложить В связи С отключением Интернета Прекратилась Работа И По обслуживанию Всей Банковской Системы Карточек Значит Средств По покуп Магазине Для кого-то Это Значит Просто Неприятный Момент Или что-то Для кого-то Это Тяжело Переживаем Потому что Жрать Нечего Ну а Для Кого-то Кто Хотел Значит С помощью Денег Проводить Какие-то Операции И прочее Это Значит И дополнительные Трудности Про всех Эти Делах Значит Можно Можно Рассматривать Разные Версии Вот этих Событий Их Действительно Множество Кто Немного Интересуется Обзором И мог Смотреть В интернете Значит Можно Встретить И Рассуждение О том Что это Инспирированный Извне Атака И К этой Версии С удовольствием Присоединяются Официальные Власти Как Российские Так И Казахстана Тот же Президент Начал С того Что 20 тысяч Боевиков Пересекли Хотя Где эти 20 тысяч Сейчас Слышим Сказки Что Тела Террористов Похитили Из морга И куда-то Там Смешно Есть Версия О том Что это Роль Мировой За кулисы Значит У которой По различным Конспирологическим Версиям Одни Так Проводят Линию Что хотели Разжечь Еще один Очаг Подбрючье России Чтобы ее В конце Концов Слабить Другие Идут Дальше Значит Организуем Очаг Россия Вынуждена Увязаться В том Челе С силами ДКБ Получит Так Сказать Новый Очаг Сопротивления И мы Сумеем Развернуть Мнение Националистов Казахских Националистов Которые Тоже Несомненно Есть Против России Тем Самым Так Ослабим Своего Конкурента На Империалистическом Рынке Это Пойдет И так Далее И таких Версий Так Сказать Не один Десяток Можно Привести Причем Чем Хороши Такие Конспирологические Версии Что Они Всегда Все Объясняют И Черт С Два Ее Опровергничали Потому Что Он Так Считает Особое Мнение Как На Некоторых Радиостанциях Сейчас Любят Говорить Ну И Конечно Одна Из Самых Популярных Версий И Наверное Которая Не Безосновательна Она Заключается В том Что В этих Православных Невостояниях Во всей Этой Сваре Так Или Иначе Проявляется Борьба Кланов Кланов Семейных Кланов Значит Олигархических В самом Казахстане Что Наибольшим Выгодоприобретателем От всех Этих Событий Оказался Клан Который На нынешнего Президента Ориентирован Соответственно Значит Куда-то Подвинули Если Не очень Далеко Но То В всяком случае Серьезно Значит Назарбаева С его Всей Комарили И Прочее То есть Версий Много Мы Наверное Все Разбирать Не будем Да А прежде всего Значит Я хочу Сказать Что Значит Оценки Нашей партии Российской Коммунистической Рабочей Они Высказаны В заявлении Секретариата ЦК Который Опубликован В первом же Номере Газеты Трудовая Россия Так И Которые Сходят Из Того Что Прежде Всего Значит Причины Это Внутренние Социально Экономические Так Что Они Назрели И Если Говорить Коротко Обобщенно То Это Результат 30-летнего Правления Капитализма В Казахстане С его Спецификой Окрашенные Вот этой Особенностью Что Чванливое Такое Байское Полуфеодальное Управление Именно Семейным Кланом Который Сконцентрировался Вокруг Назарбаева Который Двигался К этому Постепенно Ну верно Последовательно Значит Двигался Начиная Еще С поста Первого Секретаря ЦК Компартии Казахстана Так Значит Постепенно Создавая Свой Культ Так Получил Звание Елбасы Это Нечто Так сказать Отца Нации По этим Делам Постепенно Закрепил Свои Позиции В Конституции Так Значит Его Ближайшие Родственники И соратники Заняли Командные Посты В Экономике И в Политике Ну вот Я так сказать Довольно Бегло Смотрел Но Из Пяти Наиболее Богатых Людей Казахстана Которые Входят В список Форбс Трое Являются Его Родственниками Там Две Дочки Зять И плюс Еще двое Это ближайшие Помощники И соратники Которые Рядом Опять Немножко Я буду Возвращаться Каждый раз Мы Чувствуем Аналогию С Россией Если у нас Не прорисовываются Впрямую Родственники Там Зять Сват Брат И Племянник Ну так Это Специфика Востоков А у нас Зато Соратники По Спорту Значит Члены Кооператива Дачного Однокашники По службе Так сказать В органах А смысл Один и тот же Понимаешь Поэтому Сильнейшая Социально-экономическое Расслоение Сильнейшее При этом Казахстан Ведь считается Еще более-менее Благополучной Республикой Так вот По всем показателям Тем не менее Значит Средние Зарплаты И пенсии Примерно В полтора Два раза Ниже чем в России Идут в Казахстане Но это Средние А как мы понимаем Среднее значение Это Чаще всего Обманное Довольно Да И На него Ориентироваться Нельзя Потому что Официально Декларировали Средний Заработок В Казахстане До начала Этих событий В 300 ТНГ 300 тысяч ТНГ Это Ну грубо говоря 60 тысяч рублей Вроде как Да Почти как в России Где-то там Но это Конечно Оказалось Блефом Следующий момент Который Надо учитывать Это Неравномерность Неравномерность Развития Соответственно Неравномерность Занятости Рабочей силы И неравномерность Неравномерность В распределении Общественного богатства Среди трудящихся В том числе Потому что Непосредственно Вот в нефтедобывающих Горнодобывающих Обрабатывающих Отраслях Занято Не так много Людей Ну там 5 миллионов 7 где-то Общее население Казахстана В районе 20 миллионов Человек Все остальные Это Или Значит Прозебания В Депрессивных Секторах Экономики Практически Разваленном Сельском Хозяйстве Или Ужасная Безработица И Концентрация Или тяга К большим Городам При всем При том Что вот Идет Идут эти Процессы И в целом Значит Подъема Экономики Нет Значит Вокруг городов Вокруг городов Развиваются Значит Целые поселения То есть Молодежь Прежде всего Безработная Молодежь При неплохом Уровне Рождаемости Поскольку Это Восток Да И так далее Тянется сюда И Например Вокруг Алматы За это время За это За 30 лет Значит Которые Капитализм Правит Значит Население Добавилось Там Более Миллиона Человек Которые Конечно Ни в домах Ни в квартирах Обустроены Ни в выдох А Как они Называются Там Поселения Джихада По-моему Они в народе Получили Название А по сути дела Ну Фавелы Трущобы Так сказать Кто из чего Построил Как И во многом Вот это Публика Стала Значит Порохом Значит Для Участия В этих Мероприятиях И так далее Значит Плюс Сильнейшее Засилие Иностранного Капитала Значит По оценкам Специалистов Примерно 2 трети Как Нефтедобывающей Промышленности Примерно Столько Ж Значит В горнодобывающей Промышленности Принадлежит Иностранному Капиталу Так А Поживиться Там Ой Как Есть Чем Не Многие Наверное Знают Что Кроме Газа Нефти В Казахстане Довольно Много Металлов Редкоземельных Цветных Металлов И До 40% Мировой Добычи Урана Сосредоточено В Казахстане Урана Стратегическое Сырье Поэтому Капиталы Английские Прежде всего В том числе Сама Королевская Семья Имеет Вложения В Горнодобывающие Металлургические Комбинаты Здесь Значит Богатейший Один из Богатейших Человек Мира Английский Миллиардер Из Индии Который Кто помнит Фамилию Так Значит Тоже Здесь Присутствует Значит Своей Собственности И так далее Значит Американские Капиталы Вместе С китайскими Значит Борются За свое Влияние В Казахстане При этом Те самые Выступления В Жанозене Которые Были В 2011 Году Это тот Опыт Который Уже был И они Проходили На тех Нефтепромыслах Которые Принадлежат Китайскому Капиталу Когда В рабочих Первый раз Стреляли Но стреляли Не шутейно Не Пробковыми Пулями Шумовыми Гранатами 16 человек Убито Более 100 Ранено И несколько Десятков Политзаключенных После этого Значит События И все это Тянется До сих пор То есть Мы все Подводим К тому И говорим Что Почва Для Недовольства Для Недовольства Почва Для Того Что Произошел Значит Скачок Взрыв Она Безусловно Готовилась Всеми Этими Значит Деяниями Власти И Должно Было Рвануть Рвануло То Что Повысили Цены Случайность Это Или Неслучайность Или Глупость Это Не столь Важно Должно Было Рвануть Получили Очень Полезно Отметить И мы Должны Значит Это Заметить Что Неслучайно Началось В Жаназине Неслучайно Началось В Трудовых Коллективах Так То есть Это Показывает Что Классовая Основа Этих Проступлений Она Была Качественно Другая Чем Майдан 14 Года В Киеве И Другая Чем События 20 Года В Белоруссии Чем Другая И В Белоруссии И На Украине На Украине В Белоруссии Главной Массой Которая Участвовала В протестах Были То Мелкая Буржуазная Публика Которую Наши Интеллигенты В правительстве Любят Называть Средним Классом Средним Классом Да Вот этот Сбешенный Мелкий Буржуйчик Который Тирамара Здесь Значит По крайней мере Первые дни Абсолютно Точно Значит Последующие Дни В разной Степени В разной Степени Значит В разных Регионах Проявлялась Но тем не менее Значит Очень большая Роль Принадлежала Именно Трудовому Элементу Нефтяникам Металлургам Горнодобывающим Отраслям И прочее То есть Объективные Условия Были Значит Социально Экономические Прежде всего Так При этом Очень Полезно Полезно Знать Что Пока Вот эти Условия Созревали То есть Пар 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 Набирал Давление Так Значит Правительство Занималось Чем Чтобы котел Закручивают Гайки При всем При этом Чтобы крышка Держалась Плотнее И так далее И эти Значит Особенно Вот эти Меры Они были Заметны После 2011 Года А именно Вот как нам Рассказывают И описывают Товарищи Из Социалистического Движения Казахстана И прочее Значит Значит Принят закон О перерегистрации Всех Профсоюзов Всех Что такое Перерегистрация Это механизм Для того Чтобы Так сказать Взять Почистить Подрезать И так далее И по суду Было ликвидировано Около Шести сотен Различных Профсоюзов И профсоюзных Ячеек На предприятиях Там Здесь В том числе Значит Профсоюз Жанарту Который Наиболее Отличился И нам Известен Значит По событиям 2011 Года Так Дальше Значит В 2015 Году По Решению Верховного Суда Ликвидирована Коммунистическая Партия Казахстана Она Не больно Была Боевая Она Была Слепок С КПРФ Тем не менее Я бы хотел Еще один Момент Подчеркнуть Чем Отличается Не только Казахстан Но наверное Казахстан Особенно Значит Политики Своего Главы Султана Абишевича Назарбаева Тем Что это люди Которые Прошли Школу КПСС И которые В общем-то Понимают Ну по крайней мере В основных Осях Марксизма Откуда Может идти Основная Опасность И чем Это может Обернуться Выступая На 28 Съезде КПСС Назарбаев С трибуны Я свидетель Скотич Синограме Вспомнил Говорил Что Нам В конце На концов Надо Определиться Чья партия КПСС Мы По всем Канонам Марксизма Должны быть Партией Рабочего Класса И не просто Заявлять Это на словах А партия Должна Защищать Интересы Рабочего Класса К сожалению Этого Не происходит И к сожалению В отчетном Докладе ЦК С которым Выступал Михаил Сергеевич Горбачев Этого Не прозвучало Все Размыто Расплющено Затуманено И прочее Прочее Чувствуете То есть По крайней мере О том Что партия Должна Делать И за что Она должна Бороться Господин Назарбаев Знал Очень неплохо А дальше Не вредно Напомнить Что Такой Известной Даме Как Маргарет Течер Принадлежат Известные Слова О том Что Назарбаев Пожалуй Что лучший Из учеников Из ее учеников На постсоветском пространстве Который руководит Так сказать Республикой В том числе В плане Проведения Значит Экономических Реформ Для себя Это я к тому Что кроме того Что запрет Компартии Значит Параллельно Действует Организация И создание Ложных Отрядов Которые Выполняют Функцию Ну выражаясь Такие Есть такой образ У американских Левых Сачок Для честных Понимаешь Вот туда Раз И Создается Коммунистическая Народная Партия Казахстана Она создается В 2000 Формально В 2004 Году Потом Она Значит Набирает Обороты И Создаются Искусственно Создаются Условия Для вытеснения Из Компартии Казахстана В эту С людей Расколами Переходами Подкупом Предателями В учредительных Документах Этой партии Когда она Еще создавалась Черным По белому Было написано Что ее Целью Является Поддержка Прогрессивного Курса Проводимого Отцом Нации Значит Товарищем Назарбаевым Да Который Бьется За то Чтобы Значит Казахская Нация Заняла Своё Достойное Место В мире И пошло Поехало То есть Это партия Откровенно Поддержки Штанов Президента И Все это Получается Довольно Успешно Если В 2007 Году На выборах Она Получает Один И три Десятых Процента А при этом Перед своей Ликвидацией Компартия Казахстана Она была Она возглавлялась Был такой Товарищ Абдильин Я его Лично Знал Он был В своё время Председателем Совета Министров Так Эта партия Занимала Второе Место На выборах В Казахстане И выставляла Своего Кандидата В президенты Того же Абдильина И получала Результат За 30% Была Серьёзной Политической Силой В буржуазно-демократическом Понимании Этого слова Причём Опять же Просматривайте Аналогии СССР КПУ Украины Когда За 40% Получал Симоненко Зюганов КПРФ Которые Чудли не Выиграли В 96-м Году И так далее Ну и Поскольку Они были Несговорчивы Даже В личном Плане Да То Этих Конкурентов Убирали Новые Не сразу Набирали Обороты Как я уже Сказал 2007-й Год 1,3% Значит 12-й Год Это уже Выборы Без КПК Когда Убрали Конкурента 7,2% Повторение Этого Результата В 16-м Году 7,2% И 21-й Год Результат Уже 9% Далее При этом В 21-м Году Уже Нечего Бояться Каких-то Конкурентов Идет Переименование Коммунистической Народной Партии Просто Вы Народную Партию Вот этот Момент Что Борются С рабочим С рабочим Движением С коммунистическими Силами Сознанием Дела И Сознанием В том числе Основ Марксизма Надо понимать Это же Наблюдалось И в Профсоюзном Движении С одной С одной С одной Стороны 600 Профсоюзов Закрыли С другой Стороны После Перерегистрации Значит Документы Федерации Независимых Профсоюзов Значит Которую Закрыли И несколько Человек Из которых Активистов Попали за Решетку Были переданы Искусственным Системам В том числе Профсоюзам АМАНАТ Которые Стали Наполнять Бюджетниками Зависимыми Людьми Который Начал Изображать По крайней мере Из себя Структуры Которые Действуют Так И более того Значит Некоторые Из этих Структур Такой вопрос Довольно Тонкий Сложный Значит Были Вступили Во Всемирную Федерацию Профсоюзов Да И это Ну Как бы сказать Является И предметом Сейчас Борьбы Левых Которые Находятся В оппозиции В подпольне И защищают Так сказать Интересы Рабочего Класса И вот этих Людей Которые Называют Себя Конструктивной Оппозицией Как бы там Где-то Чего-то Так Значит При этом Было Закрыто За это Время 23 Издания Кроме этого Закрывались И Оппозиционные Партии Социал-демократической Направленности Значит По-моему Партия Алга Называлась Которые Закрыли Социал-демократическую Довольно Перспективную И кстати По этому поводу С протестом Выступили Многие Левые Севы Которые Значит Сказали Что они Нам Совсем Не друзья И не Союзники Да Но с точки Зрения Так сказать Общедемократических Норм Что у вас Там делается Господа Назарбаев И прочее Надо отметить Что режим Носил Или носит Это в ответ Тем конспирологам Которые говорят Что это Запада Подкинули Да И прочее Откровенно Носит Прозападный Характер Поэтому Эта версия Не очень Проходит Чем Это Подтверждается Во-первых Капиталы Иностранные Там Английские Американские Сея чувствуют Великолепные Китайские В том числе Так Во-вторых Курс Назарбаева И который Такаев Продолжал В Евросоюз Пользуясь Услугами Турции И формированием Соответствующих Государственных Союзов Устрокур Двигается Тот же Переход На латиницу Который Запланирован Осуществляется С Кириллицы Так А это Вообще Элемент Ну как бы Сказать Такой На разрыв Связи Да Исторической Культурной И прочее С Россией Которая Идет Военные Базы США И Как он Называется Договор Сотрудничества Ради Партнерства Там С НАТО Которая Идет Целый ряд Биологических Лабораторий Военно-биологических Лабораторий На территории В том числе Казахстана Против которых Уступает Там Левые силы Значит Народ И мы с вами Подписывали Соответствующее Заявление То есть Все это Показывает Что Конечно Конечно Значит Экономика В сильнейшей Зависимости От Иностранного Капитала И те Законы Которые Приняты Там О разделе Продукции Еще там Какие-то Есть Они Вот примерно На эту цифру Которую мы с вами Уже Вспоминали Две трети Выходят Дела Значит Поэтому я думаю Что Вот эту Первую Первую Что ли Первый вывод Который Гласит О том Что Причиной Явились Вполне Объективные Обстоятельства Ни чьи-то заговоры Ни чьи-то Это самое Они очевидны Что это Результаты Такой Антинародной Капиталистической Политики В результате 30 лет Плюс Вот этот Субъективный Фактор Назарбаевщины Который Значит Придал Этому Делу Всему Определенную Окраску Надо отвечать На вопросы Слушай Что там Не было Провокаторов Нет там Внутриклановой Борьбы Не было Каких-то Этих самых А по телевизору Рассказывали Да Даже об отрезанных Головах Там Два случая Приводится Еще Что-то Такое Значит Мы Это дело Оцениваем И в заявлении Это отрождено Что конечно Все эти элементы Могли быть Они даже Неизбежны Бывают В любых Таких Движениях Когда С места Трогаются Огромные Массы Людей Всяких Разных Да И причем Еще Не схваченных Не спаиваемых Какой-то Одной Общей Идеей Организацией Дисциплиной А Просто В протесте Мы С одной Стороны Много Анархических И прочих Элементов И Недовольных С другой Стороны Господа Провокаторы Которых Бурлажи Зиазия Выражаясь С языком Владимира Ильича Выведю Фотографии Нам Дим Всегда Посылала И будет Посылать В Не только В действующее Рабочее Движение И партии А в те точки Которые Еще только Зарождаются И потенциально Опасны Всегда Будет Поэтому Безусловно Этот элемент Присутствовал Как стихийный Так и Организованный Подброшенный По этим делам Поделюсь Такими Впечатлениями Я вот Не раз Бывал в Греции В том числе Довелось Участвовать И В акциях Которые там Проходят А надо Сказать Что они Собирают Ну десятки Тысяч Человек Даже сотни А когда Это проходит На узких Улочках Старых Городов Афины Лисолоники Да Это Во-первых Смотрится Совсем По-другому И воспринимается А с другой стороны Создает Гораздо Больше Различных Возможностей Для провокаций И для Ну всяких Случайностей Дураков И прочее И вот Каждый раз Когда Левые силы Прежде всего Компартия Гресса И всегреческий Рабочий фронт ПАМЭ Проводят Большие Массовые мероприятия Каждый раз Параллельно Проводят Свои акции Анархисты И траскистующие Элементы Что тут Против этого Можно сказать Какая защита Защита Только одна Когда эти Выступления Обретают Цель И организацию Когда есть Центр управления Он должен Сам об этом Задуматься За Самодействовать И защищаться Кого мы видим На экране Посмотрите Кого? Наверное Красные флаги Да? Люди в масках Красные флаги Ну маски Ладно Это они Выполняют Требования Закона Молодцы А вот красные флаги Вторую фотографию Видно там? Нет? Ну пусть это будет Ладно Я когда первый раз Увидел Тоже подумал Что-то они Какие-то такие Не самые Какие-то Непропорциональные Что они Дурные что ли? Что они такие Флаги носят? Заметьте Что у каждого Этого флага Древка Сантиметров Восемь Да? И длиной Метр С небольшим Тут наши Безбольные Битами Орудуют Бандиты Или прочее А здесь Каждый себе Своё Древко Подгоняет И вот эти Ребята Идут По периметру Все колонны С флагами Ну флаг Несёт И что-то ему При необходимости Они осуществляют Функцию Защиты Колонны Защиты Митинга Ораторов И так далее Ну соответствующими Методами И Не раз Бывало Что они Вычисляли Выявляли И сдавали В полицию Уже Значит Провокаторов Которые Выполняли То или иное Гнусное действие В том числе Были случаи Смертей Среди Левых Сил Более Сильные Силы Складки Это я к тому Что Значит Конечно В этих Самых Действиях Которые Значит В Казахстане Наблюдались Конечно Могли быть И были Наверное И так далее Все эти Элементы Анархические Провокаторские И прочее Прочее Ничего Здесь нет Нового Большевики Еще во времена Первой стачки 905 года В Иваново Возвесенске Писали Вон Самой Лоп И читает Что они Всегда Вступали В спор С анархистами С СССР Что Общая Задача Бороться Всем Классам Что легко Бросить Бомбу Сравнительно В царя И грохнуть Его И были Такие Случа Свергнуть Сами Державия Много Сложнее Легко Поджечь Помещичную Садьбу Бороться С классом Помещикам В целом Это Другой Вопрос Легко Убить Городового А вот Со всей Машиной Этой Охранкой Как Вот В этом Плане Так сказать Поэтому Безусловно Причины Были Объективные Взрыв Был Снизу Значит То Что Воспользовались Этим Делом Провокаторские Элементы В том Или Другом Плане Или В той Или Иной Степени Насколько Они были Организованы Это дело Другое Интересно Что все Партии Левые В основном В мире Поддержали Выступления Трудящихся Казахстана МАЗ Казахстана Но Очень По-разному Во-первых Небольшое Количество Но было Тех Которые Отнеслись К этому Таким Образом Что Это Был Типа Майдан Это Ненастоящие Выступления Рабочих Поэтому Наша Хата Там С края Или Где-то Но Таких Немного Большинство Так же Как и Мы Оценили Классовое Начало Выступления Рабочих И Общее Заявление Подписало Более 40 Коммунистических Рабочих Партий Его Не Подписали КПРФ И Система СКП КПСС У них Позиция Такая Она Как бы Сказать Тоже Осуждает Угнетение Людей Тоже Понимает Законное Возмущение Граждан Но При всем При этом Значит Они считают Что Надо было Сохранить Спокойствие Надо было Сохранить Систему В целом Так сказать Организация ОДКБ Это прогрессивное Явление Правильно Так сказать Ввели Или помогли Дружеской Державе Так Потому что Иначе Могло бы Это кончиться Куда Куда Так сказать Хуже И прочее Значит В заявлениях Этих партий И КПРФ И СКП Значит КПСС И некоторых Других Этих Деятелей Абсолютно Нет Призыва К классу К рабочему Классу Трудящимся Организоваться В этой борьбе И вести Дальше И в чем То это Во многом Перекликается С той же Ситуацией Которая Была в Желоруссии И С реакцией Лукашенко Который Помните Самое В ответ На Действия Или попытки Действия Рабочих Там Намази На других Выронил Такую фразу Куда Вы рабочие Лезете В политику Да Это не Ваше Дело Не надо Не пойдете Никуда Вот это Так сказать Те элементы На которые Мы должны Обратить Внимание Ну и Поскольку Время Наше Подходит К концу Товарищ Ректор На меня Посматривает Перейдем К выводам Что бы я Хотел Сказать Выводы Первое Вот первый Вывод Что Напрасной Борьбы Не бывает Даже Реакция Вот этого Самого Такаева Которая Последовала Она говорит Об этом Правительство В отставку Отправил Отправил Господина Назарбаева Подвинул Совете Безопасности Решили Там Определенных Прав В семье Кого Убрали Кого В отставку Сняли Кое-кто Даже Под суд Попал И прочее Цены Обещал По крайней мере Пока на год Заморозить На прежнем уровне И прочее Обещал Некоторые Демократические Послабления И так далее И плюс Признал Признал Вот это Очень важный Момент Что Все это Явилось Следствием Вопиющего Неравенства Что 162 Человека С намеком На то Что за времена Правления Господина Назарбаева Владеют 50% Национального Богатства Как это так Получилось При этом А остальные Живут там Очень плохо И соответствующее Количество Ниже уровня Бедности По этим делам Это уже Результат Понимаешь Значит Второй Главный Вывод Вот главный Вывод Что Отсутствие Субъективного Фактора Для реализации Революционной Ситуации Которая Похожа Скажем так То есть Отсутствие Партии Нового Типа Со знаниями С планом Действий С Возможностью Организовать И повести Трудящихся В нужном Направлении Вот это Главный Вывод Без этого Ничего Не получается Без этого Получится Или Майдан Со сменой Лиц Власти Хорошо Если не на Фашистов А просто так Да Или Шумим Братцы Шумим Желтые Жилеты Шумят В Америке Капитолий Штурмом Взяли Да Где-то там Еще Что-то Удается Требования Дня Соответствующие Моменту Сегодня Говорит Что уже Можно было Звать К революции К социализму Рано А требовать Увеличение Степеней Свободы Борьбы Требовать Свободы Действий Профсоюзов Требовать Отмены Запрета На Компартию Требовать Регистрации Социалистического Движения Казахстана Это можно И они Частично В этом Двинулись Тоже Требование Требование Вернуть Конституцию 93-го Года Оно В себе Несет В том числе Намек На Требование Национализации Той промышленности Прежде всего Которые Уже Захапали Иностранный Капитал И отечественные Там Хапуги И так далее Четвертый Момент Очень важный Это Интернационализм И интернациональная Поддержка В этих вопросах Чрезвычайно Важна Например Греческие Товарищи Несколько Провели Крупнейших Акций Вокруг Посольства Казахстана Встречались С послом И секретарем Посольства Передали Требования И в первых Требованиях У них были Свобода Профсоюзной Действенности И Регистрации Социалистического Движения Казахстана Который С нашей Помощью Кстати При нашей Рекомендации Принят В ряды Солиднет Пятое Это Необходимость Разоблачения И прорыва Искусственной Политической Системы Которая На перламентском Поле Значит Пудрит Людям Мозги Опять Проводим Аналогии С нами У них Коммунистическая Народная Партия Казахстана Слеплена Из того Что было И выполняет Роль Оттяжки Голосов У нас Одна такая В лице КПРФ Но она Более-менее Естественным Образом Ну и наконец Еще бы Один вывод Я бы Сделал Для всех Кстати Для буржуазно Демократических Значит Сил И для Левых Это Пресловутый Вопрос Транзита Власти Да Вот в Казахстане Они Свой транзит Власти Таким образом Провели И надо Сказать Он ведь Это самое Не провалился И надо Думать Что все Конец Назарбаеву Он оставил За собой Достаточно Еще Вершин И в экономике И напрямую И через Родственников И прочее И по конституции Он еще является И членом Этого Совета Безопасности И имеет право Выступать В парламенте Без очереди И прочее И Еще неизвестно Столицу Переименуют Или нет Найди там Парня раненого Покажи Как это Самое По этим делам Поэтому В случае Транзита Власти Так называемого Транзита Власти В условиях Ожесточенной Борьбы Кланов Это касается В том числе И России Не надо Надеяться Или думать Что все это Пройдет Гладким Буржуазно-демократическим Путем Выборов И Мирно Спокойно Хорошо По всякому Может развернуться И что интересно Вот если брать Сегодняшнюю Россию То Лучшие условия Себе Для Демократического Транзита Власти И В случае Выборов Вот я так думаю Создали Либералы И Навальный Потому что Те очки Которые Они Значит Среди мелкобуржуазной Публики Приобрели Набрали И так далее Они зачетные И если Если Выборы будут Как мечтает Геннадий Андреевич Честными Вряд ли КПРФ Обыграет Этого Сухиного сына И прочее По этим делам Так На фотографии Это я хотел Есть она Нет фотографии Не видно Это парень Весь в кровоподтеках Весь побитый Избитый Ноги не видно Это слопано Это водитель Грузовика С помощью Которого В городе Как он там Называется Стащили С постамента Памятник Нарсултану Абишевичу Значит Вот После того Как его Это самое Силовики Нашли И задержали Таким образом Его отделали Сейчас он Находится В заключении Забыл я название Города Если хотите Найду А? Не 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 Там какой-то Город На родине Или где-то Там Так Вот это Те Выводы Время У нас Закончилось Вопросы Если Партия Каждый Каждый день Каждый день Отражаются Продолжающиеся Забастовки В Казахстане В том числе Коллективы школ Бастуют Потому что Идет процесс Приватизации Школ Продолжают Забастовки Предприятия Которые Значит Ну прежде всего В добывающих Областях И прочее Поэтому Значит Соответствующие Знания Надо вносить Соответствующую Организаторскую Работу Проводить Все это Тяжело Если им Удастся Сейчас На Вот этой Волне Некоторой Перетрубации Во власти Продвинуть Вперед Некоторые Законы Вот Свободы Профсоюзной Деятельности В том числе Они в этом Стараются Опереться И на Какие-то элементы В Европарламенте Да А целая Там серия Депутатов Выступили Немного Но все равно Это самое В эту копилку Все это идет Они идут Пытаются Эту проблему Разыграть С точки зрения Требований Нот Которые Грубейшим Образом Нарушались И так далее Поэтому Значит Надо пожелать Успеха В этой борьбе И мы В этом плане В одном Классовом Строю Так Потому что Эти же Проблемы Они С одной Стороны Общие А с другой Стороны И в России Мы тоже Такие же Решаем У вас тоже Пока Мы не Мы не можем Сказать Вот Есть Так Какая партия Партия Так Еще Вопросы Есть Нет Вопросов Нет Так Какова Судьба КНПК Коммунистической Народной Партии Она Преобразовалась Изменила название В Народную Партию Казахстана Присутствует В парламенте В нынешнем Имея 9,1% Голосов Если брать Ее по Как бы сказать По Программам Установкам Да То от коммунизма От рабочего дела Она ушла Окончательно Коммунисты Вышли Из нее При реорганизации Там же Вышли Вышли Там Стоп Стоп Они не вышли При реорганизации На съезде Против Выступил Всего один человек Как я читал Всего один человек Кто-то из старых Этих самых кадров Который заявил Так Ладно Не важно Что я Остался один Зато я прямо Заявил Свою политику Все остальные Оказались согласны А руководитель Колотков Не знаю Наверное Так и продолжает Руководитель Да Я так понимаю Ну как мне известно Он Вышел тоже Не знаю Причем там Завляли люди Вадим Евгеньевич Давайте Закончим лекцию И посмотрим Я не очень Переживал За судьбу Этой партии Поэтому я Готовюсь к лекции Не стал там Смотреть Полотков Вопросов нет Записался Все равно Вступление Нет Заключительное слово Это здорово Так Заключительное слово Такое Значит Еще и еще раз Хотел обратить внимание На то Что не бывает Напрасной борьбы Вот сейчас Есть Не несколько Встречал я По крайней мере Такие Мнения Высказывания В интернете Что знаете Не надо было И потому что Не ясно Было Чем это Закончится Ну так Это самое Наверное Нам это яснее Чем другим Потому что мы 93-й год Проходили Мы знаем Как это Было Но это Не значит Что не надо Было По всем Этим делам Это раз Во-вторых Немалого Они и добились Причем Не только Вот в тех Цифрах Про которые Я говорил Там Назарбаева Подвинули Там Цены на год Заморозили Какие-то Обещания Есть Что-то там Рассматривается По Пенсиям Еще чего-то Или Возможно Продвинуться Вперед По Разрешению Профсоюзной Деятельности Там Или политическим Не только По этому А потому что Люди Которые Проходят Вот эту Борьбу Это Другие Люди Понимаешь Это Другие Люди Вот об этом Писали В воспоминаниях Про Стачку 905 Года Что По-другому Смотрится Если раньше Ломали шапку Когда шло Начальство И склонял голову Самойлов Писал То сейчас Совсем Другое Идет Управляющий А то и Хозяин Фабрики А рабочий Стоит и шапку Не снимает И смотрит Ему в глаза Совсем Другие люди По этим делам Поэтому Не бывает Напрасной борьбы Не бывает Напрасной Поддержки То что наши Товарищи Вышли в пикет 6 января На котором Задержали Значит 10 человек Из них Трое Отсидели Значит Различное Количество Суток Там есть Остальные Там Оштрафованы Подвергнуты Разысканием Это тоже Все Не напрасно Это все Элементы Борьбы Которые Мы не будем Выходить Коммунизм 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 Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok